всем привет вы на канале лина лори я сегодня не на самом питомнике а на нашем пруду на нашей речке я снимала видео показывала вам как мы выпустили экспериментально 6 нутрии и они жили здесь выходили на азов мы их кормили и вот они ушли куда они ушли мы не знаем мы их пытались найти сейчас ветер пройдет мы их пытались найти ходили вдоль всей этой реки но найти мы их так и не смогли в общем прошел где-то месяц мы им оставляем еду и к нам вышла одна сначала нутрия это самец наш и 2 вчера тоже была но мы ее не поймали она ходит толстая мы думаем что она беременная потому что реально толстая следы здесь есть то есть тут такие тропинки они остались также мы им оставляем еду но к сожалению пока вот 6 штук и одну только мы поймали 5 штук мы найти не можем вот такие у нас новости сейчас я пришла их покормить выложила там комбикорм с картошкой они это очень любят это травоядные животные трава шуршит я думаю вдруг выйдут это травоядные животные и в принципе пока трава есть они могут жить они здесь не с голода не умрут конечно же опасно когда это все будет зима когда будет холодно я за них очень переживаю я думала что они будут постоянно подходить то есть они подходили четыре месяца приходили лезли на ручки пытались кушать с рук у людей вот и потом за неделю просто куда-то ушли есть шанс что их прогнали гуси так как у нас сюда ходят еще гуся они щипаются и вредничают вообще гуси уже прогнали наших уток как-то и теперь есть шанс что они поругались и подрались именно с нутриями вот поэтому ждем кормим какие будут новости я вам сообщу в общем из пяти нутрии одна точно живая она здесь ходит и одна поймана четыре молодых особи пока мы найти не можем вот наш пруд ничего не шелохнется внутри нет и тут как где мы их кормили мы оставляем комбикору и то что они любят картошечку а мы будем ждать может быть они все-таки начнут к нам выходить потому что зимой здесь в диких условиях им не выжить какая осень у нас да красиво еще хочу вам показать наши пастбище когда я была экологом и в школе мы ездили в заповедник там выпасали коров мы это снимали фиксировали говорили как это плохо портят окружающую среду едят красивую хорошую травку и все были в принципе против этого и нам объясняли что это плохо вот но сейчас я завела коров у нас есть специальная земля в аренде которая предназначена как раз для выпаса вот здесь у нас электропастух натянут второй год если без коров это выглядит вот так вот так тут не пройти ничего не видно болотина и нормально деревья даже не растут им тут некомфортно то вот так выглядит пастбище кочки это муравейники и это кроты вот так выглядит лес когда пастбище коров тут хорошо растут яблони хорошо растут сосны тут нету сорной травы она зеленая по ней очень комфортно гулять мне ну честно мне очень нравится здесь все получилось то есть нету пастбище есть пастбище и сразу такой пейзаж культурный то есть комфортный приятный я иду не цепляю репей тут мне очень нравится тут гулять коровки у нас милые добрые вот и еще вопрос да как на самом деле хорошо как плохо когда коровы гуляют и пасутся или когда нет напишите мне пожалуйста какой пейзаж вам более нравится не просто то что там он хороший то что он дикий а именно прогуляться и пройтись и где комфортнее как вы думаете находиться смотрите какая тропинка эту тропинку протоптали коровы они ходят по одному месту я конечно понимаю когда коров много сотнями но у нас и всего 9 и поэтому для них тут абсолютное раздолье что вы смотрите на меня смотрите все одинакового окраса а тут у нас корова тигра она в полосочку вот они все вот такие вот чё грызнулька синий малышка там маленький малышок добрый малышок будет будет и , ну и и Продолжение следует...